всем привет друзья в этом видео хочу рассказать вам про один из самых необычных танков так 2 на родине называют колбасой в рандоме встречается очень редко за последний номер боёв 200 его видел только один раз очень зря потому что там имеет много минусов у него есть и сильные стороны если правильно использовать то можно неплохо фармить иметь хороший процент побед и получать удовольствие от игры на этом танке начнем как всегда с ттх танка что мы здесь имеем что прочность более 1600 хитпоинтов это означает что танк является самым жирным на уровне и эта прочность примерно равняется прочности тяжа между седьмым и восьмым уровнем это только шестой по бронированию кажется что броня у него отличная но это вводит в заблуждение и тут много нюансов паркер старый чуть побольше также вероятность сгорания до них двигателя 15 процентов 5 процентов меньше чем по дополку опять-таки это вводит в заблуждение танк горит очень часто наверное чаще любой другой машины в игре по обзору все неплохо маскировка без комментариев там даже закус не поместится по стрельбе тут все хорошо урон минуту очень высокий как конечно для тяжа скорострельное точное орудие альфа конечно маленькая но есть возможность ставить танки на гуси за счет быстрой перезарядки по бронепробитию все отлично 177 для первого уровня напомню у леса 1 185 там седьмого уровня этого хватает даже пробивать семерки спокойно а если стрелять под калиберами то и подавно по углам тоже все хорошо еще одна слабая сторона это маневренность довольно шустренько набирает свои 20 километров в час даже когда идет в горку принципе это 1516 но 20 километров это означает что выбирать направление нужно самом начале игры потому что поменять его вы уже не сможете просто не успеете так далее компоновка танка его модули и только в том бронирование почему в таком порядке сейчас расскажу тут у нас сидит мехвод тут у нас сидит наводчик тут командир а заряжающий сидит за башней внутри корпуса а по бокам от заряжающего вот тут и вот тут боекладка то есть заряжающего могут вам контузить с одновременным попаданием в боекладку это очень плохо далее по двигателю баком вот все что находится в проведите условную линию посередине трона посередине белин там и саша сзади абсолютно все вот это это двигатель и вот тут находится еще баки то есть попадание заднюю часть танка это попадание в двигатель всегда и в большой долей вероятности попадания еще в баке поэтому там будет гореть два-три раза за больно дай чаще конечно он выживет после этого теперь о бронировании вроде 140 миллиметров заявлено в башне но 140 миллиметров у нас только вот тут это не экран это броня экранов танка нет угол небольшой приведенки здесь около 150 миллиметров поэтому шестерки в принципе легко будет его пробивать семерки и подарок в этих щечках казалось бы это должно относиться все-таки передней части танка но нет здесь у него всего лишь 100 миллиметров приведенки если танк на вас 125 борта и стран так задняя часть башни я тут молчу брони нет вообще по поводу 135 миллиметров в лбу 135 миллиметров есть вот только здесь вот тут вот лечо пулемет это вся пильня здесь везде 135 миллиметров но угол есть только тут тут угла нет если опять и танк смотрит на вас пятерка может пробьет и не всегда шестерка будет пробивать всегда в лд это вот тут 100 миллиметров считывая что есть угол где-то 130 140 миллиметров танк смотрит на вас нлд 50 миллиметров но угол большой поэтому пробиваться туда мы не будем там больше 200 миллиметров приведенки теперь еще про одно слабое место в лобовой проекции танки смотрим например су-100у если стрельнуть сюда в гуслю когда он смотрит на вас урона не будет снаряд идет в гуслю собьет гуслю почему-то за гуслей нас дальше продолжается гусля брони нет тога есть немного не так гусля у него идет вот так вот вниз а вот тут вот находится броня и там всего лишь 25 миллиметров в случае попадания лобовую проекцию верхнюю часть гусли снаряд уходят броню которую легко пробивает там даже там 2 или 3 уровня пробьет и наносится урон по этой причине танк не может танковать бортом потому что башня расположена у него близко кпереди и он просто не сможет высунуться так чтобы высунуть башню и не подставить свой передний поток вас будет пробивать передний поток становиться ромбом тоже не вариант почему опять-таки башня когда смотрят на противника помню что 140 миллиметров тут 125 приведенки будет идеальный ромб дает ему 160 миллиметров приведенки вот здесь 150 здесь и 160 здесь но опять-таки есть нюансы кроме этой гусли вот этот вот даже не лючок вся вот эта вот часть здесь вместо 86 миллиметров ве 60 миллиметров брони распределёнки там около 127 вас будет пробивать и вылетать будет прямо бы там пока будет расположена вот тут и вот видите тут бронелисты наварены а вот тут их нет тут тоже 60 миллиметров при пробитии сюда будет критоваться двигатель стали ромбом да тут 160 тут 160 а тут 120 вас пробивают можно поток там приведенки 50 60 миллиметров будет то есть особой брони у танка как бы не но у танка есть очень много хп и танк должен идти в размены недели качелях участок по одному выстрелу и надавить продавливать направление и поддержки союзников куда он может реализовать первых свой дпм и реализовать свои хитпоинты в принципе в дуэли он выносит любой танк седьмого уровня за счет того что у него больше хп и у него соки дпм сейчас откатаем рандомный бой но надеюсь конечно выиграть тут уже принципе как получится не всегда играть союзниками попали к семерочкам в принципе карта для этого танка благоприятная единственное единственное серьезное нас противник это смв-56 пт-шка пробить в лоб ее будет очень тяжело поэтому на нее лучше не нарываться пробуем пройти по правой кромке карты танк желательно не подставляться скорость не позволяет им быстро быть укрытием брони нет ставят на буслю ломают двигатель и вы уже никуда не уедете все будут стараться откружить заехать в гор закружить в принципе танк инструкционно башня поворачивается более-менее корпус тоже кое-как вон отлично пт-шки у нас поехали на c одна на b и одна на c проблем у нас не будет а теперь будем продавливать заликом пирана очиниться не буду не выгодно пробуем их объехать командира нет смысла лечить потому что если кританут например наводчика это заряжающий а у нас всего одна аптечка по причине того что надо возить второе нетушитель у нас возникают статус проблемы пробуем разобрать кого-то это дело пытается встать клинч чтобы использовать свои игры Мы убрали. Надеюсь, бой выиграет. Похоже всё благоприятно идёт. В принципе, смотрите, мы отвлекли на себя внимание. Пока раскладывали нас, значит тиммейты продумали план. То есть мы с твоей задачей справились. Другое дело, что разобрать двух сумерок мы бы не смогли. То есть, смотрите, у нас, как бы, 1650 кп, но это не означает, что мы должны надымаживать в каждом бою хотя бы 1650. Потому что средние хиты танковского уровня в районе, наверное, где-то 1000. То есть это должен быть средний урон. Конечно, чем больше, тем лучше. Сейчас посмотрим. Чем результат? 1292 урона. Забрали один танк, один с нашей помощью. 31000 танк привязан с премиум аккаунтом. В принципе, среди танков 6-го уровня, кроме 100, мы имеем самый большой урон. Откатаем еще один бой. Опять попадаем к 7-м, тут их уже меньше. Поехали. Так, 7-м, здесь, для нас опасно. Амикс, амиксом будем пробивать. Поехали. Едем, понятное дело, в центр, чтобы их закрыты же домами. Продолжение следует... Точность позволяет накидывать даже сверху. Сейчас мы ВК-шку заберем. Нет, прописали. Не уйдет, придет. Пробиты. ВК-шку заберем, хорошо. Пробиты. Пробиты. Пробил. У нас в 2 раз попали, а у нас еще 1000 кп. У нас еще 1000 кп. Пробиты. Пробиты. У нас еще 1000 кп. У нас в 8 ездит, это плохо. У нас еще 8 кп. Варня не пробита. Неплохо. Неплохо. Зажар. Наши заехали в тюрьму. Есть пробитые. Включаем дрену. Таймсейлов. Пробил. Вот и. Хорошо. Есть пробитые. Ну, стень побольше. Сейчас шумим. Заберем. Пробил. Пробил. Барабан. И стреляем. Черт возьми. Вопреки. Всему шансам не пройти. Поедем, наверное, со своей уровень. Заберешь барабана. Берем. Черт. Я даже... Соспелялся. Тильтрюверы. Барабан. Ну, вот и проблемка. Сейчас главное не тупить. Правильно, да, вот так, не сведет, не ездит заходить в ТВ. Те же еще не размотали полосы. Перезарядить барабанду урон. Ох. Повезло. Этот бой мы тоже выиграли. Сейчас посмотрим на результат. Мы надамажили 2000 урона. В принципе, результат более чем достойный. С нашей помощью 1000 урона. Никого не уничтожили, но принесли очень много пользы в бою. У нас второе место по урону. А по опыту... По опыту у нас... Нет, тоже второй. 7 чуть до первой. Видите, несмотря на странный вид, танк полностью себя комфортно чувствует. Наносят урон всем всегда. Конечно, пробивается тоже часто. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.